Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гость. Ну, гость, представляйтесь. Меня зовут Любовь Шишова, сооснователь компании IT Labs, которая находится в Киеве. И вот приехала в гости к Михаилу Портнову и сразу себя чувствую как дома. Хочу отметить прям такой вестеприимный прием. Люба, скажите нам, что такое IT Labs? Что она делает? IT Labs, компанию мы стартовали два года назад и мы начинали проводить курсы по тестированию. А, это учебная? Учебная, да-да-да, учебная организация. То есть наша задача обучать людей, помогать им устроиться в IT-компании в Киеве. А есть компании? То есть есть куда устраиваться? Да, конечно. Полно компанию. Аутсорсинг вовсю. И продуктовых компаний полно тоже. То есть, вот я знаю, падение гривны сказалось на привлекательность как бы? Ну, дело в том, что IT-шникам в долларах так и платят. Поэтому, несмотря на то, что гривна упала, IT-шники это сейчас те люди, которые все равно живут в ДА, которые чувствуют себя вот так. Хорошо, хорошо. Так подождите, значит, у вас что, классные комнаты, несколько, у вас свое помещение или где-то как бы? Да, у нас, ну вот смотрите, мы начинали с того, что у нас еще не было помещения. А я здесь еще сколько вас? Вы видите, нас, 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 множественное число. Да, давайте расскажу вам немножко больше. Да. Да, то есть мы начинали вот курсы по тестированию проводили, потом постепенно добавляли разные направления, программирование, бизнес-анализ, у нас курсы английскому мы обучаем, тестировщиков, также программистов. Разрослись. По менеджменту курсы добавились. Да, то есть сейчас у нас 14 направлений и сейчас у нас уже офис. Офис в центре Киева. Где, где? Возле метро Олимпийская. То есть у нас был одно время офис на Крещатике, потом нам захотелось больше, ну да, захотелось больше места и вот переехали буквально недавно в офис. А сколько у вас классных комнат? Или вы онлайновые больше? Классные комнаты. То есть у нас сейчас вот действующих три классные комнаты, но мы остальные нам еще завозим столы и оборудование добавляем. Да, да, да. Ой, слушайте, а вот делание бизнеса в современном Киеве, в современной Украине, тем более вы начали два года назад, еще было при старой власти, сейчас у вас новая власть там, как бы. Вот смена власти повлияла на делание бизнеса, то есть стало легче, стало сложнее. Я имею ввиду отношения с властями. То есть, скажем, чуть вымогают или наоборот помочь хотят вот такое. Ну вот знаете, как-то я бы сказала нейтрально, сейчас власти заняты другими больше вопросами. Это звучит, это звучит, наверное, грустно, но вот с нашей точки зрения они как заняты другим, вот. А по поводу того, что упала гривна, да, многие люди потеряли работу, то есть большинство людей, больше людей хотят войти. Поэтому такое ощущение, что ваше время сейчас как бы, то есть вам как бы на руку для бизнеса. Да, и плюс мы еще проводим, вот параллельно сотрудничаем с компанией Брэдбаскет, которая бесплатно проводит курсы вот для тех, кто настолько демигрировал, для тех, кто участвует в данных действиях, ну такие вот как более. Название такое, как будто хлебом торгуют, правда? Почему? Ну Брэдбаскет. Это же Брэйн. Брэйн, не Брэйн. Брэйн, да, Брэйнбаскет. Мозги правдивы. Отлично. Такое доброе название. Значит, так подождите, значит, вы сами что тестеры? Вы кто начал? Сколько у вас там было? Мы начинали вдвоем. Мы начинали вдвоем со основателем компании Василий Сливко. Мы оба тестировщики. И мы... Сливко, хорошо. Доброе такое, хорошо. И мы обучали, у нас первый курс был по тестированию. И вот мы обучали, мы были вдвоем вначале, и Василий проводил сам курс, учил техническую часть. Я проводила занятия по уверенности, помочь людям там идти на собеседование. То есть не по тестированию? Ну это как дополнительная была, дополнительная часть. И плюс я больше искала клиентов, подыскивала народ. Да, да, да. Хорошо. Ну а дальше мы уже расписались. Вас нельзя так прямо вот легко в классную комнату запускать, потому что они учиться не будут. Вы возьмите все внимание на себя и все. Ой, ну спасибо вам за комплимент. Да, я тоже нахожусь в такой возрасте, уже меня там... Меня отвлеку настолько. Ну да. Да, это приятно очень ваше внимание. И у меня тут список вопросов. Давайте. Все обо мне, да, обо мне. Я скажу, почему мой интерес к вам. Значит, ребята спрашивают постоянно. То есть Киев какое-то вообще место в этом смысле особенное. Я не скажу каждый день и не скажу каждую неделю. Но пару раз в месяц спрашивают, а где в Киеве можно научиться. Иногда спрашивают, где в Харькове можно. Иногда спрашивают, где во Львове. Но конкретно с Украины, вот я рассказывал, пока мы тут собрались на интервью, я рассказывал, что у нас на канале 50% посетителей из России и 25% с Украины. Но когда мы смотрим на статистику просмотров учебных видео по тестированию, которые у нас висят, у нас с Украины вдвое больше просмотров, чем из России. То есть, грубо говоря, соотношение 4 к 1. То есть на 4 раза больше из 100 жителей Украины смотрят наши видео, чем, допустим, из России. В 4 раза больше интереса. Это очень интересно. Я пытался как-то для себя осмыслить, а что такое, что вдруг вся Украина тестировать хочет. Ну да, да. И вот хочу добавить со своей стороны, что... Я хотел вас показать по этому. А, ну, надо сказать, я нас ссылочку какую-то... Как ответ. Сделаем ссылочку. Ну, как ответ на вопрос, куда пойти учиться. Живой человек, ну супер. Ну, вот живой человек, когда видишь живого человека, какое-то доверие возникает. Не то, что веб-сайт. Веб-сайт можно вот сидеть там в Индии под пальмой с лэптопом. Сделал веб-сайт, и вроде как американская компания. Знаешь, сейчас много таких. Вот, а так... Ну да, да. Так вот, со своей стороны хочу добавить по поводу того, почему так много людей смотрят. Вот ваша популярность, что у нас студенты приходят, и каждый второй посмотрел видео Портнова. И вот все в курсе. И даже если кто-то там не знает про Портнова, то говорят, ты какой-то отставший, ты что-то там вообще не интересуешься. Такие. Я согласна. То есть вас в Украине все знают. Потому что у меня был случай парень из Харькова, значит, написал, что он пошел на интервью. Ну и там менеджер, женщина ему говорит, что, ну, а вопрос есть. И он как в лекции моей, он говорит, ну, говорит, есть, говорит, вот как вы могли бы охарактеризовать идеального кандидата для этой позиции. И она ему говорит, Портнова смотришь. Видите? Да, да. Но она ему дала ответ хороший, мне тоже понравилось. Она говорит, вот, для меня, говорит, идеальные тестеры, которые когда заходят в офис, то у программистов начают календры. О, вот я вас полностью поддерживаю. Это не мое, это менеджер сказала. А, окей. Да, но мне понравилось. Видите, да, мне тоже нравится. Да. Так что, давайте приступим к вопросам, да? А вы вопросы почему хотели задавать? Вы хотели видео сделать какое-то тоже, или вы? Мне интересен, мне очень интересно вас, как, ну, задать вам вопросы, потому что, как я уже сказала, вы легенда, и вы, как знаете, старшая компания, а мы как, ну, мы, как, ну, этот, младшая, немножко сын пришел к отцу. Ну, хорошо, значит, единственное, что я хотел сказать ребятам, они, не знаю, значит, Люба живет сейчас в Сан-Франциско, потому что она здесь работает по визе H1B, по рабочей, да, вы когда с октября, с ноября, или уже больше? А, с марта. А, только приехали? Нет, в прошлом году. А, окей. Она уже год здесь. Да. Вот, поэтому, то есть вы как бы уже живьем не учите, а могли бы отсюда, знаете, могли бы онлайновые занятия какое-нибудь, прям вот с нами из Сан-Франциско, Любовь, фамилия как? Шишова. Шишова. Любовь Шишова. Вот. Хорошая мысль. Да, из Сан-Франциско, знаете, как прикольно. Любаш, такой вопрос я еще вам задам, пока у меня интерес этот есть. Давай. Ваши студенты, они в основном приходят, потому что хотят поучиться, найти работу и как-то двигаться в IT, или они хотят прийти, поучиться и куда-нибудь махнуть там за границу? Хороший вопрос. Дело в том, что за границу, допустим, кто-то хочет, кто-то, знаете, занимает патриотическую позицию, так в Украине остаюсь навсегда. Кто-то, допустим, хочет за границу, но понимают большинство, что нужно стартовать в Украине. То есть, чтобы уезжать за границу, ну, нужно больше знаний для того, чтобы эти в английском... А вы же сказали, что вы еще английский там преподаете, правильно? Да, да, да. Но английский вы как бы такой нейтральный или английский для работы в США или там... А у нас английский для тестировщиков. То есть, параллельно проходимся по всему тому, что делают тестировщики, на английском языке. Послушайте, вы должны этот курс сделать онлайн. Почему бы и нет? Нет, я... Я к вам пришла и засоветую. Все, что вы посоветуете, все сделаю. Это уже нет нигде в природе. Значит, английский для тестировщиков, да? Ну, вы чего? Это должен быть онлайновый курс. Ну, вы можете его просто бесплатно вывесить, там, высказать, вот, пользуйтесь все, кто хочет. А у меня цены нет, что вы делаете. Поэтому бесплатно вывесить. Но можете пару уроков бесплатно повесить, чтобы люди видели, о чем речь. Но я считаю, что это востребовано настолько широко, что это нельзя держать в Киеве. Это надо широкое решение. Тем более, если у вас есть люди, которые в США сидят, или которые там работают на онлайновых, аутсорсных проектах. Ну, да. Ну, что же, конечно? Ну, это отличная мысль. Мы над этим обязательно подумаем. И вот у нас еще фишка на этом курсе, что на последнем занятии проводит собеседование инженер из гугла, который нейтив спикер. Да. А Люба-то в гугле работает? Вот у нас тут маленькую тему рядышком. Она живет в Сан-Франциско? И ездит на гугловском автобусе, наверное, да? Как вам работает в гугле? Нравится? Интересно. Ну, вот, интересно, первое впечатление сразу эйфория, а потом просто, когда уже привыкаешь ко всему, там, к этим 30 ресторанам и так далее. Приезжайте, кстати, на обед. Я, слава богу. А, вы уже там одна обедились. У нас там полшколы работает. Но, я здесь такой вопрос. Вот, все-таки, вы девочка молодая, симпатичная, свободная, да? Свободная девочка? На данный момент, да. Вот. На данный момент свободная. Вот, как свободная на данный момент девочка. Вы имеете какое-то, так сказать, внимание какое-то? Ой, ну да, конечно. Ну, большинство же инженеры, мужчины. Поэтому без внимания я не страдаю. Ну, а серьезное внимание? Или так? Ну, это мы уже с вами прям на личный фронт перекинулись. Давайте возвращаться к школе. Я гуглю, я профессии тестировщика. Хорошо. Ну, давайте, какие у вас вопросы давайте? У меня вопрос вот самый первый. Интересно, вот, с вашей точки зрения, в чем секрет вашего успеха? И вот, говоря об успехе, вот я что хочу сказать? Вот я, допустим, со стороны. Я знаю, что вы на рынке давно. Вот, уже 20 лет. Вы ответили, да? Я в Украине, вас все знают. Здесь, в Штатах, я как ни заговорю, все знают, да. То есть, и к вам относятся серьезно. Не только русские. Нет, у меня вот американцы тоже знакомые. О, Портнов, Портнов, да, да, я вот там слышал, я был. То есть, вы вот, вы известная личность, да, известная школа. Ну, вот, я бы так сказала. И у вас, ну, вот, студенты к вам поток, приходят, да, вы давно на рынке. Вот в чем секрет вашего успеха? Посоветуйте нам, как компании, которая начинающая, последнюю с вами. Вот. А, вот в этом смысле. То есть, как бы, что нужно делать, чтобы быть успешной компанией. Значит, чтобы быть успешной компанией, надо, чтобы у тебя студенты находили работу. О, значит, я иногда вот натыкаюсь на ситуацию, что вот там соберутся какие-нибудь наши выпускники. Вот мне говорят, вот, там приходят, говорят, вот, был тут в одном месте, и там сидели люди, которые там по два, по три года работают, там по сто тысяч получают, и говорят, вот, нам эта школа не помогла ничего, там, я вот работу сам нашел последнюю, там на сто тысяч, а сам нашел работу, понимаешь? И я думаю, хорошо, ну, в смысле, пусть они лучше сто тысяч получают и ругают, что им никто не помогает. Ну, значит, вы так научили, правильно? Дело не в этом. Значит, наша работа успешна. Дело в том, что есть люди, которым, как называется, вот, у меня очень любимый есть пример, когда в Китае коммунисты начали менять систему, и они не могли сказать слово «богатый». Вот, когда «богатый», «богатый» — это неприлично, это не парит, корректно было. И они говорили «тот, кто разбогател раньше». Вот у них было такое слово, да. О-о-о-о-о. И он как-то должен показать, что он крутой, понимаешь? Он не может признать, что кто-то ему помог. Он, он все сам. Нормально я внимания не обращаюсь. Я знаю, что мы все правильно сделали, и процесс пошел. У нас по официальной статистике, мы как регистрированная школа, мы должны рапортовать статистику, у нас где-то 80-82%. Это не 100%. Устраиваются на работу? Yes! Это супер! Вы подождите, было бы больше. Слушай, меня-то меньше 100 вообще не устраивает, но вопрос в том, что я в какой-то момент, я понял, вот может быть вам это будет тоже на пользу, я в какой-то момент понял, что ты не можешь пойти дальше, чем человек готов идти. То есть ты не можешь за ним гоняться, чтобы он начал искать работу. Ты не можешь его уговаривать, что работа есть. Он говорит «нет работы». Вот мне там сказали, что работы нет. Он хотел слышать, что нет. Он найдет, он пойдет в интернет, найдет там обязательно на 100 человек, которые говорят, что работа и много и сразу. Значит, один скажет «а вот плохо». Вот его найдет и скажет «нет работы». Или скажет «вот мне, например, основное обвинение, мне когда говорят, вот там это, ну там жулики или что-то, ну ты как-то подтвердите, я говорю «еврей». А это, говорит, уже все. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что такие студенты у нас есть. Что человек настолько, вот он хочет поверить в то, что нереально найти работу. А чего он пришел учиться, вопрос, правда? Но еще есть такие, которые учиться не хотят. Ты уже не заставишь еще и учиться. Это сложно, да. Это бывает. Но я просто, что, в честь, мы говорим об успешности. Значит, успешность упирается в первую очередь в отбор людей, которые приходят. Особенно, когда ты начинающий. Вот, допустим, ты набрал первую группу. Ты не можешь взять всех, кто деньги заплатил. Ты должен взять, пусть будет три человека. Но эти три человека, все три, должны найти работу. Тогда в следующий раз у тебя будет десять, но они тоже пойдут на эту работу. Но если ты возьмешь сразу десять, и из них там двое найдут работу. Причем, что интересно, если на десять есть двое, ну, двое, вот трое, трое, три критическое число. Если из десяти, три человека имеют то, что называется «negative attitude», так? Всякое дерьмо собирают, ходят, шепчутся, они грохнут эти десять. То есть из десяти человек, где трое гнилых, ну, хорошо, если двое найдут работу. То есть они просто искать не будут. У них будет настолько подорвано все это состояние. Мы гнилых просто выкидываем. Если я где-то вижу это, к сожалению, не всегда видно, но если видим, мы просто подходим и даем деньги им. Спасибо. Михаил, а скажите, пожалуйста, вот вы помогаете тем, которые хотят, вот у которых горят глаза, помогаете, привлекаете как-то работодателей? То есть сотрудничаете с работодателями? Эх, пришли вы на полчаса раньше. И что, я бы встретилась с одним из них? Здесь был целый офис работодателей, здесь очередь была за студентами. Они не могли студентов столько найти, сколько им нужно. Они хотели поговорить с тридцатью человеками. Значит, у нас не было тридцать, у нас было двадцать четыре, мы наскребли. Тоже, где взять тридцать-то сразу? Уже с тех групп, которые еще не кончились, с тех, кто когда-то уже где-то снова работу ищет, мы говорим, приходи сюда, потому что они говорят, если кто-то уже с опытом, мы и с опытом возьмем, заплатим там и так далее. Собрали там с трудом двадцать четыре человека. Они с утра часов с одиннадцати выгоняли нас тут из офисов, вот мы тут ходим, отменили занятия мы на сегодня. И вот они ходили. А вы знаете Walmart что такое, да? Да. А на Украине знают Walmart? А вот не уверена, кстати. Короче, Walmart это такой универсам, универмаг. Это такой универмаг, который есть по всей стране. Это крупнейшее в мире предприятие розничной торговли. Это крупнейший наниматель в Соединенных Штатах по количеству людей, которые там работают. Вот такая дешевенькая там все, как бы скажем, это не символ качества, но символ разнообразия. Так вот Walmart, у него где-то свыше двадцати брендов есть под ним. То есть люди не знают, что это Walmart. Они думают, это вот это, а это все сверху Walmart. И там у них есть отделение, где они занимаются мобильной коммерцией, и камерс мобильной. То есть вот вы сидите с вашим телефончиком, а вы можете пойти в магазинчик и приобрести что-то. Да, да, да. То есть там будет каталог или что-то. Вот они пишут вот это все и тестируют. И вот директора этого отделения потестировали. Его жена когда-то у нас училась, она была архитектором. И пришла к нам переучиваться. И мы с ней, я не хочу сказать намучились, но стоило трудов, потому что люди боятся. Архитекторы обычно очень образованные люди, очень интеллигентные. Это как-то... Если работежка простенькая, например, то вроде уже думаешь, ну куда такого. И короче, мы так с ней поработали, в общем. И он это видел со стороны. Она переживала, и он переживал. И он с тех пор вот приходит, и уже не первый раз он пришел и подбирает народ. Вот они хотели 6-7 человек взять, четверых они уже отобрали. И еще у них несколько есть. Они не договорились еще, будут смотреть. Поэтому у нас в контракте заложен интерншек, производственная практика. Поэтому если ты у нас закончил, мы тебя посылаем на производственную практику. Это как бы часть этой программы. Это не выборочно, это заложено. Бесплатно? Это вообще стоит иногда. Нет, ну они же платят тюишин, они же платят. Студент платит 4 тысячи. Но студент платит вам за обучение, да? А я имею в виду работодатель не платит. А, сори, я извиняюсь. Работодатель иногда платит, а иногда не платит. Если работодатель платит, вот эти, например, платят. Обычно если платят, то платят где-нибудь долларов 15. В час. В час. Бывает, что и 18, и 20, но в основном в среднем сегодня долларов 15. И вообще, чтобы получить практику, вот так вот участь, это вообще, по-моему, бесценно. Это супер. Существенно вот что. Мы, когда студент приходит, мы говорим, вот у нас в контракте записаны, и мы, я на первом уроке всем объясняли, я говорю, у нас нет контроля над этим. Ты должен пройти интервью. Мы же не прячем от тебя вот этому платное, этому бесплатное. Понятно. Понимаете? Вот некоторые там вот говорят, а почему у тебя бесплатный интершип? Это платный через постель, понимаешь? Я не устраиваю интершип, у нас София устраивает. Я ей рассказывал, она говорит, я? Но дело не в этом. Есть люди негативные. Я просто что рассказываю, что платность интершипа не является чем-то, что мы можем как-то гарантировать. Я им больше говорю, если для тебя это принципиально, ну не ходи к нам. У нас есть другой момент. Мы говорим, человек говорит, а я хочу платное. Мы говорим, хорошо, давай так, ты пойдешь на три платных интершипа, интервью, на платный интершип, на три. И ты выбираешь, куда идти. То есть мы тебе предлагаем, и ты знаешь место, ну все знаешь, и ты говоришь, я иду. Если ты с трех ничего не получил, то мы с тобой все обязательства наши выполнили. Это не значит, что я ему резюме не напишу или что-то, мы его не уволили. Но вопрос интершипа закрыт. Дальше, ну конечно. И это честно. Это, мне кажется, справедливо. Это его выбор. Это его выбор. И он говорит, либо я иду на интершип, куда меня взяли, либо я хочу обязательно платный. Есть люди, он идет на три платных, его берут. Ну да. Но тут есть особый случай. Есть люди, которых на бесплатный никто не возьмет. И что же делать? Не то, что никто не возьмет, но сложно. Сложно. Поэтому очень сложно на бесплатный отдать. Ты уже включаешь какие-то отношения, ты говоришь, ты вспомни себя, а мы тогда твою жену устраивали. Ты знаешь, уже начинается вот на этом уровне. Это все такой одесский бизнес у нас, из одессой женщины. Вот она и... Вот все схвачено. Ну, понимаешь, как начинается. Так он говорит, а мне только платный. Кошмар. Ну, это не кошмар, это жизнь. Это жизнь. Но вопрос в чем? В той мере, в какой человек, вот как у нас, детстаг, да, уперся, если он уперся в непринципиальный, не имеющий отношения к делу вопрос, понимаешь, есть цель. Вот у тебя цель, ты говоришь, я меняю жизнь. И ты идешь туда. Ты даже вниз не смотришь. Да. Ты идешь вот туда, смотришь. Да, да, да. А там дерьмо наступил, отрехнулся, идешь дальше, уже цель есть. Да. А когда у тебя цели нет, когда у тебя цель платный интерншип, у тебя дальше-то ничего уже нету. И это чувствуют, правда, когда собеседуют? Во-первых, это чувствуют. Во-вторых, вот он в курсе, в эту платность. Что происходит? Время идет. И вот тут не взяли, там не взяли, он здесь что-то ждет. Он начинает врать. Например, мы говорим, вот там интерншип, вот там есть предлога. Он говорит, нет, я не могу, у меня там голова болит, нет, у меня там собака заболела, нет, у меня там что-то. Пока не появятся где-то платные, он начинает хитрить. Так он не за знаниями идет, за деньгами? Ты не понимаешь, это статусность. Вот там Маша, у Маши был платный, понимаешь, там у Рубиновича был платный, а он что, дешев, и вот это вот, бум, собак пошел, и все. И собак, можно и в Америке собак устроить. Конечно. В своей собственной жизни. Так и что вы делаете в таком случае? Вот у вас получается, что по контракту вы как вроде человеку пообещали, да? Мы говорим, пожалуйста, выбирай, значит, но у нас в контракте написано, что он не может отказываться от интервью. Мы говорим, мы тебе не гарантируем и не обещаем. А, не гарантируем. О, нет, нет, там написано все, что мы не контролируем. То есть, если он начинает там сильно отказываться от интервью, значит, есть санкции штрафные. То есть, скажем, он три раза отказался, он идет заново, его отправляют в начало процесса, он должен снова пройти пару таких интервью, где происходит подготовка к самому собеседованию. То есть, там технически начинают, там прогоны идет, потом идет вопрос, расскажи о себе, почему ты в этой профессии, как ты себя видишь. Есть такой процесс, который поднимает человека до уровня прохождения.